Ребятка, нам надо горячий чай, потому что Женька уже не за холодные напитки. Надо горячий чай кому-то снести. Так по чему чай, ребят? По три гривны? По три, по два. Скажи, сколько? Давайте минимум. Пятерка. Не по пять. Поднялся этот компот туда. Давай, родной мой, красная команда пошла! Взял уже скатерть, туда сцелила. У нас даже скатерть, видите, а в них нема. Это я купил, 70 гривен. Не пожалел, думаю, ну хай. Так красивее. А ты фитобар, а ты фитобар у нас. А фитобар, фитобар. И все, начинаю компот. Сначала думал по троячке, потом по пятерке. Сколько? Две? Хорошо, 15. Спасибо. Я делаю чисто по совести. Я считаю, что даже пять гривен за это нормально. Сейчас будет рыба, мясо, там все сейчас готовится. Там французская и грузинская кухня. Я там старался людей вызывать. Там лепил грузинская, французская кухня. То есть я понимал, что, ну, блин, надо людей, надо как-то привлекать. Голосуйте за синюю команду и с той стороны приходите. То, что мы в черных фартухах, это ничего страшного, это ничего не значит. Это такая хитрая, она такая вот, как человек плохая. Запомните ее. Она играет, видите, она играет. Вот же, расскажите, какая у вас стратегия. Вам выстачало грошей? Мы хотим побольше денег заработать, и у нас стратегия такая. Нам не хватило, Эктор, денег. Не мешай. Чтобы сделать все попроще и побольше всего было, выход был побольше, Димочка уже принялся за приготовление своих любимых смузи. Смузи это такое, что... Это я знаю, что это смузи. Я, как всегда, стала там на бисквитики, на печенюшки хочу. Девчата будут рулетики с лососем готовить, будут рис с морепродуктами готовить. Танечка занимает... Рулетики? Я говорю, рулетики нет. Вита, мне нравится, что вы хотите сделать больше. Но не нужно готовить банальные стравы. Вы должны удивить людей. Поэтому подумайте, как удосконалить свои стравы. Как у них додать родзинку, понимаете? Надо искать сюрприз. Вам треба часто менять воду. Еще можно додать в воду сель и специи. Завдяки їм рыба разморозится швидше. Я делаю закуски из лососа и сыра с кремовой начинкой. И как вы будете разрезать рыбу? Тонкими слайсами и закручиваю в середину сыр. Но у вас очень толстые шмотки. Вы не сможете из них приготовить много, а от же и заработать. Смотрите, вам нужно, не снимая шкиру, провести ножем под кутом в 45 градусов. И вот у вас тоненький слайс. Хорошо. Команда «Красник». Здравствуйте, Хептан. Я Хептан. Я Хептан. И как вы себе відчуваете? Отлично. Что ж, и какие у вас планы? У нас план – приготовить очень много закусок, чтобы так можно взял и съел сразу. Ну там вот это без этого, что насыпал тарелку. И что вы будете готовить? Мы будем готовить вот баклажан и икру. Сейчас надо посмотреть как раз баклажан. У нас будет тортиль. Нет, тортилья у нас будет. Потом у нас будут вот овощи. Как овощи, Никит, называются? А, это будет куриное филе с цукини. Это будет запекаться все. А чем вы нашпигували это мясо? Никит, чем ты начинял это? Это будут стейки из свиного шейка. А, это он купил. А ты такое закрытое, видишь? Виктор, кто у вас капитан? Вы или Никита? Я капитан. Вы не знаете, что с этим делать? Ну он хотел, чтобы ему рассказал меню. А я понимаю, что мы никто… Я не знаю, кто что готовит толком. И у меня как не то язык в жопу. Я не знаю, короче. Вообще растирался жестко туда. Все нормально будет, Эктор. Вы сказали, готовьтесь. Виктор, вы совсем не контролируете процесс. Ну я, Эктор, первый раз капитан. У меня такого опыта нет, чтобы капитан. Ну, блин, мне 18 лет. Я ни разу в жизни не был капитаном. И если меня Эктор так спрашивает, как понимаешь его. Если я это делаю, я обработался поваром. И он мне так говорил, как я понимаю, что он меня спрашивает. Про тебя вы погодилися быть капитаном. Тому и поводьтеся, как шеф. Никита. Да. Никита, расскажите мне, что вы готовите. Это свиная шея. То есть будут такие стейки из ошейка с пряным соусом. И с картофелем. Кроме этого у нас куриное филе будет. И все? Нет, еще у нас будет бифстроганов. Гидиэ? Когда? Бифстроганов сейчас занимается. То есть вон нарезан лучок, вон нарезаны грибочки. Виктор, я вижу, что ваша команда работает очень сильно. Та и страва у вас очень маленькая. Я вижу, что вы выбрали такие дорогие продукты. Скажи, на них пішла большая частина бюджета коменды. Гадаете, вы сможете заработать на своих стравах? Я понимала, что выдача у меня будет хорошая. Поэтому я была уверена, что я отобью ту сумму, которую я потратила на свои ингредиенты. Ярослав, как вы думаете, за сколько вы сможете продать такой шашлычок? Да я же не знаю, 7 гривен. Гектор, они будут стоять по 10 гривен, все по 10, поэтому они будут вкусные, красивые. Не знаю. Ребята, осталось всего полтора часа. За этот час вы можете все продать, а я вижу порожние столы. Это стравы. Гадный. Виктор, через 10 минут уже начнем кормить. Ань, быстрее, пожалуйста. Сейчас сделаю, не подгоняй меня. Да уже люди ждут, давайте уже что-то, пацаны, готовьте. Ярик. Ну что, Ярик? Тут получается, что Анка ему дает работу пожарить филе белой рыбы. Он берет ее, жарит, как не знаю, как он ему жарит, что он ее спалил, что-то, короче, она ее спадала. Тин разваливается, Анка. Для ресторана вообще не подходило. Ярик пиццы спалил Жанке. Но оно сгорело, ничего страшного. Покажи мне. Или наоборот так надо. Покажи. Давайте оливковое... Черное. То есть, блин, он вообще какой-то несобранный был сегодня. Я же, думаю, даже не то, что жалею, что я его взял. Я не знаю сам. Витя, где икра? Да я делаю сейчас, но не готова она, пи***ет. Так бесит, меня не получает. Все, доставай тортилью. Загорело уже? Да, б***ь, извини, Никита. Дружище, нельзя быть таким неаккуратным. Да отвлекли. Ну вот Витя бегал такой немного в панике. Реально меня это пару раз разлило, я ему сказал об этом. Витя, ты молодец! Мудак. Хреном. Витя, ты следил за бестроганом? Уже готово. Посмотри на него. Вкусно? Да, готово. Пригорел чуть-чуть. Не горит ничего? Чуть-чуть. Да? Да. Да нормально. Ху**. Достал. Витя, за что брать? Делай пропитку, фруктовую пропитку. Витя, ну что это, блин, за пропитку? Хорошо. Вари, значит, кофе, туда добавляй чуть-чуть конечка. Сделай мне кофейную пропитку. Что за бредовые? Евгений что-то бегал, мельтешился, я говорю, Женечка, давай ты мне будешь делать пропитки. Какие пропитки? Какие пропитки? В результате Вита делает все сама. Почистни рыбу, почистни рыбу, а я пойду развлекать. А он мне рыбу почистит. Иди, чисть рыбу, а где она? Чуть, блин, Вита, ну вы больные. Где чеснок, Женя? Женя! Вот чеснок, вот! Оно падло, не может даже нормально помыть киви, не может очистить киви, помыть клубнику и очистить грибфрут. Женя, ты мне чистишь киви? Да при чем тут киви к рыбе? Женя мне чистит. Оно впадает в память, в панику, трансэкстаз. Я начинаю и нарать, оно пищит на меня, что это рэ. Полива-то клубнику мой! Да какую клубнику у меня рыб? Нет, полива-то рыбу делает. Женя, сделай себе рубки, вот так, и все, и нормально. Я Женю вообще сегодня не узнала, он какой-то, ну вообще такой вот, какое-то зло, мистер зло сегодня. Блин, Женя апельсины потом почистни, понял? Дима, подожди со своими апельсинами. Оно не кручет! Он кричал, у него какой-то дьявол вселился. Женя, спокойный мальчик, воспитанный мальчик. Я прекрасно слышу, когда он разговаривает с бабушкой по телефону. Он всегда, Любочка моя там, и любимая. Он настолько воспитан, настолько это... Я сегодня его просто не узнала. Помой мне сливы. Смотри. Жека, помой мне сливы. Да ну хватит орать! Сливы, помой! Идиоты! Жека, набей ему морду. Евгеша, я помогу, если что. Так, давайте быстрее, нам надо что-то принести людям. Димочка, давай, давай. Дима, иди пока горячее продавай. Сейчас, Танечка, я понимаю, но я сейчас пойду и то, и свое продавать. Диана! Продавай курицу по десятке. Может, подороже ставить, я не знаю. Вита, почем ту курку ставить? Подороже, Дима. По десять поставь. Давайте вторую партию по пятнадцать подвал. Давай, давай, давай. Первыми мы начали осуществлять свою продажу. Девочки, мальчики, курица очень вкусная. Кто хочет кушать? Сколько? Одну. Но стратегию по ценам, ценовую политику, ввел у нас Дмитрий. Я туда не лезла. Я сказала, Димочка, все, цены ставишь ты. То есть он на все сам определял. Итак, рыбу дорого, по двадцать рублей. Поняли меня? Рыба двадцать рубашек. Это филе в кляре в специальном. Вы шок? Королевские рулеты. По двадцать. С сыром. Двадцать. С сыром и укропом. Это лосось, девочки. А с почем лосось продавать? И все у нас было от двадцати гривен. Рыба была по тридцать гривен, десерты по двадцать гривен. Все по двадцать гривен. А двадцать гривен, это пять блюд, это уже сотня. Датарада одна осталась. И есть рыбные рулетики. По каким-то сплошным потокам сегодня шли блюда. Последний лот и я несу барабульку. Кто забирает последний рулетик? Начинаю от моих рулетов из лосося с кремом. Понравилось? Нет. Как не понравилось? Голосуйте, чем надо еще не в команду. Потом курица от Бабы Тани. Курица, курица, кто хочет, ребят? Пятнадцать рублей больше кусочки. Паэлья от Ангелин. Паэлья, испанская паэлья. Я так ее рекламировал. Паэлья. Любимое блюдо Эктора, паэлья. И люди подходили, брали. Потом в какой-то момент паэлья стала. Ребята, заводите, покупайте. Господи, думаю, надо что-то делать. Думаю, надо формировать бизнес-ланч. Ору. Бизнес-ланч! Паэлья, курица, двадцать пять гривен. Только пятнадцать минут бизнес-ланч. Чпок-чпок. Прошло. Последний коктейль, последний кон. Кто забирает? Идите, пожалуйста. Иди, Оксана, иди ты. Подбавь пять гривен пиццу. Пожалуйста, Никита, побольше денег. Я тебе прошу бы, мы проиграем. Продавать побежал Мансирова и Никита Моиси. По десять. Все, по десять гривен пицца и по двадцать оцех. Кто что хочет. По очереди. А это самый красивый мальчик нашего проекта. Самый красивый. Сейчас я вам показываю. Это у нас куриное филе пряное. Я решил, что куриное филе с цукини на гриле. И пробную цену поставить 25 гривен. За такую красоту, я думаю, стоит заплатить 25 гривен. Бестроганов еще и тоже по 25 гривен. Один без пицца. С пыл, с жару. Так, пустите. Стейки в итоге мы поставили по 20 гривен. Ты сама, под сколько вы продаете? 20? 20. Мне кажется, что мы очень сильно дорого все продаем. Вот мне так, как надо. Я за это очень сильно как-то думал, что люди нас не будут брать. Хотя я понимал, что в синей команде еще дороже. Ну, все разлеталось просто в сумасшедших темпах. Приятного аппетита. Прям вот куриное филе принес, его поставил, все, его уже нет. То есть Бестроганов принес, поставил, его уже нет. О, Бестроганов ушел. Пирожные первые принесли, их нет. Почем шпажки? 20 раз. Ай, не забирайтесь не 10, а людям еще. Активно покупали рыбу на шпажках. Ребята, они размели все шпажки. Но, учитывая то, что у команды красных было намного меньше продукции, в основе Анна Мажник накупила дорогих морепродуктов, а выход там маленький из этих продуктов. Это фигня. Бит, а что ты понес всего пару штук? Ну, а нету больших. Ну, даже деньги надо было. Она убыточна, Анна Мажник. Вкусно, вам нравится? Там красные, смотрю, подносят, люди пошли туда. Думаю, так, надо включать пиар-технологии. Значит, стою такой, люди не суетимся, всем хватит. Говорю, всем хватит. Очереди нема, я такая, всем хватит, не надо суетиться. Диана, давай, очередь, люди не толпитесь. Люди, шамы голодные. Всем хватит, всем хватит, не толпитесь. Все, 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 дивлюсь, очередь такая раз-раз-раз к нам. Думаю, о, работает, стартный рефлекс сработал. Товарищи, очень вкусная курица. Но мне очень нравилось его вот это вот закликание. Приходите сюда, хватит там стоять. Идите к нам, у нас вкуснее, у нас курица. Дима просто, ну, верещит все подряд. Кричит, там, нафиг вам та красная команда. Давайте к нам, ого-го, здесь я, звезда, я пришел делать мастер-шеф-4. Что вы там стоите, как они родные? Подходите, покупайте, все очень вкусно. Аббошина тоже вот это вот постоянно. Сеня, мы Сеня, красный в жопу, мы Сеня, мы классные. Супер, вам нравятся? У нас такие девочки красивые. И Димочка такой замечательный. Театр актера одного. И рядом суфлер, который все время, не-не-не-не, бегает, что-то рассказывает. Ребятки, осталось чуть-чуть времени. Нам надо окончательно выиграть красную команду, потому что мы сегодня самые лучшие. Что больше всего понравилось, мне понравились стейки из свинины, из ошейка. Красная команда. А мне понравились вкусыние команды паэлья. Миша сподобалась червона команда, чай даже сподобалась. Малиду же сподобалась пицца. Строганов и кровь баклажанной. Очень вкусно. И пирожки очень вкусные. Но самое главное у меня еще оформление, презентация красной команды. Мы даже сфотографировали, что мы говорим, вот так будем дома подавать. В синей команде нам понравилась рыба, не понравилась, а понравился коктейль. Нравились рулетики с красной рыбой. А, конечно, даю предпочтение синей команде. У синей команды я пробовал коктейль молочный. Очень вкусно. Ну, по ценам нормально, мне кажется. Для города Киева, на мой взгляд, приемлемые цены. Я денег дала больше синей, потому что они активнее. У них это Дима, да? Дима очень молодец. Зарабатывает для команды. Это большой плюс. А красные команды, они тоже активные достаточно, но они такие добрые все, они такие позитивные. Они вот хотят и понравиться, и продать. Ну, в принципе, в красной команде люди посимпатичнее. Осталось 10 минут, подходьте, люди, у нас там скидки. Когда я пришел, стояла толпа у синей, разрывалась бабушка, разрывался Димка. Когда я пришел, я толпа стала у нас. Давайте все сюда. Бизнес-ланч. Бросьте, это бизнес-ланч. Бизнес-ланч, это уже в прошлый век. Господи, Дима, сколько ты? А что, давайте споем что-нибудь все вместе. Что будем петь? Пусть певай. Давайте червону руту. Пусть певай. Ты признайся мне, звитки в тебе эти чары. Семел там и спевал, и танцевал, и рассказывал. Ну, и говорил, ну, мать бы мужик, короче. Сам был, да, заводил толпу, он прям пел, там, все люди ему подпевали, то есть подхватили волну, так скажу. Сам был именно понял, что надо народу сегодня. Гроши! Бежите дальше. Спасибо большое. Спасибо, Вик. Одна женщина вообще 800 гривен потратила. Одна. Друга давала там 200, чтобы уже поцеловаться. О-о-о, отлично! Браво! Бросайте синюю команду! Бегите на нас! Мы там парализованы. Ребята, не хотите, нет возможности покупать. Подходите бесплатно, берите, что хотите. Давайте, кому? Бесплатно, держи, малыш. Мы отдавались все бесплатно уже людям, угощали, потому что время остановится, и оно останется. Ребята, бесплатно, ребята, послушайте, подходите, берите все, что хотите, бесплатно! Смотрю, там красная команда, шиш-шиш, дары. Я говорю, девочки, мы делаем бизнес. Дай трубаться, давай солнышко. Поэтому мы ничего не дарим никому. Товарищи, акция на паэлью! 10 гривен паэлья! Копейка рубль бережу. Товарищи, бесплатная дегустация паэльи! Тут же Дима у нас, бизнесмен, стоит. Все убесит, забираем, забираем. Так дешево, как мы продаем, только в Зимбабве. Можно же было торгануть, но обидно было бы, если бы оно все было не продано. Коктейли молочные! Молочные коктейли, очень молочные! Подходим, 5 гривен! 5 гривен! 5 гривен! Пошли для аукцион, пошли для бреда! У-у-у, давайте, ребяточки! Красная и синяя команды! Я объявляю продажи закрытыми! Время вышло! Ну что ж, Эктор, Николай, пришло время подсчитать прибыль! Так, ну что, у меня команда... Красная! Что вы там нацаревали? 50 копеек! О-о-о! Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят... Самый адский момент! Вот это подсчеты денег, отвечаю, у меня нервы уходят в пятки, я не могу эти моменты встать. У меня уже, как правило, подсчеты денег, у меня нет никаких мотов, я просто встаю себе на... Ой, встать невозможно! Чотиристо, шестьсот, восемьсот... Тисяча... Тисяча четыреста гривен! Я была в шоке. Я помню, по прошлому конкурсу, когда Эктор достал сумму маленькую, мы тогда победили. А Николай, когда большую сумму изначально достал, они проиграли. Это он, да, все! Десять, двадцать, тридцать, сорок... Пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, тысяча! Вроде синяя вырывается вперед, потом вроде у нас неплохая сумма, еще студии играют так на нервах с нами. Гривна, две, три, четыре, пять, шесть... Жили в пиану, то по рублю достаю, то по два рубля. Я думаю, господи, помоги! И синяя команда. Один, два, три, четыре, пять, шесть, сім, восемь, девять... У меня уже плохо, мне уже плохо. Четыре сто, четыре триста, четыре триста пятидесят! Тысяча! Ну, кто бы просчитал, просуммировал? Я стою, у меня все в голове спуталось. И пять долларов! А-а-а! А-а-а! Але це не все. А-а-а! Итак, наш вердікт. Обе команды на посуду и на продукты потратили по три тысячи гривен. А команде красных удалось заработать... Пять тысяч девятьсот шестнадцать гривен! Пять долларов! Ну, думаю, ну, вообще, пятера девятьсот пятьдесят колов. Это, ну, порядочно, как бы. Сто процентов отбить именно ту закупку, которую совершили. Команда синих заработала... ...шесть тысяч сто двадцать пять гривен! Классно! Мы победили! Спасибо, Сашингенка! Спасибо! Это было просто божественно! Во-первых, мы утерли им нос. Во-вторых, мы доказали, что цвет на воездном конкурсе не имеет никакой разницы. Ребята, что там с цветом? По-моему, цвет не главное. Спасибо, ребята, всем спасибо! Боже, радости моей не было предела. Мы уже и танцевали, и плясали. И Вита, я такая молодец. Я говорю, ты королева бисквита. Говорю, это твоя задача. Молодцы мы все. Да вообще, ёлки-палки, мы победили крутых таких кулинаров. Офигеть, на 200 гривен? Мне было очень обидно, к нам еще есть разница в 200 гривен. Это очень обидно. 200 рублей, капец, 200 рублей. Мы продули с небольшим отрывом. 190 гривен в отрыв – это не отрыв. Действительно неприятно, но, блин, проиграли по делу. У нас была сильная команда, у нас были хорошие блюда. Объема мало, разнообразия мало. То есть, ну, есть ряд факторов, которые вот повлияли на наши поражения.